Эй, йоу, хулиганы, всем привет! Вы на канале... ХОЛИБУМ И сегодня мы будем решать судьбу таких популярных персонажей, как Гарри Поттер и прочих ребят из аниме, фильмов и мультфильмов. Мы будем решать, куда они попадут после смерти. В рай или в ад? Вы спросите меня, Холибум, а откуда у тебя столько власти над чужими судьбами? Ты что, типа бог? Воу, ребят, да нет, конечно, всё дело в том, что я скачал вот эту игру! Клёво! Но перед тем, как мы начнём, ребят, не забудьте поставить лайк данному видео, а также подписаться на канал. И на всякий случай хочу напомнить, что вы всегда можете стать спонсором данного канала. Просто нажмите на кнопку «Спонсировать». Здорово, а мы начинаем. Поехали! Итак, первый у нас на очереди Гарри Поттер. И что мы видим? Гарри Поттер освободил домовиков. Это хороший поступок, я ставлю ему за это все 6 баллов. Подглядывал за людьми в мантии-невидимке. Что? Гарри Поттер, ты что? Плюс 1 балл. Поехали дальше. Встречался с сестрой лучшего друга? Это нормально. Мы все встречаемся с сёстрами наших друзей. Это, ну, такая жизнь. 10 баллов. Итак, Гарри Поттер зарабатывает 17 очков и отправляется в рай. Ура! Следующий на очереди какой-то обычный полицейский. Давайте посмотрим, какие поступки он совершал. Он поймал множество преступников. Но, вы знаете, он перепутал преступников с енотами. Скорее всего, это тупой полицейский. Я ставлю ему минус 5 очков. Допрашивал преступников при помощи пыток. Бро! Бро, так нельзя делать. Минус 10 баллов. Вылетел за это с работы и создал банду. Бро, с тобой все нормально? Ого, попал в тюрьму и создал новую банду уже там? С енотами? Бро, минус 10 баллов. Ты отправляешься в ад. До свидания. Вот же, это же Канни Уэст. Я его фанат. Давайте посмотрим, что там, какие поступки он совершал. Мнил себя избранником господа. Ну, блин, все мы не без греха. Плюс 10 баллов. Хотел стать президентом и привести страну к процветанию. Здорово, это здорово. Это хорошо. Плюс 10 баллов. Работал в колл-центре, чтобы помочь своей матери. Плюс 10 баллов. Наврай. Канни Уэст. Увидимся в раю. Мини-игра. Кому пекло, а кому кущи. Или кущи. Я не знаю, как правильно. Дело в том, что это царь Леонид. Это мой тезка. Меня тоже зовут Леня. И дело в том, что он, ну, он пытался спасти свою страну. Быть нормальным правителем, вроде как. Поэтому он отправляется в рай. А мышонок Джерри отправляется нахрен. Потому что он постоянно бил кота. И вообще вел себя не очень. Все. Итак, Наруто против Чингисхана. Один азиат против другого. Кто круче? Чингисхан или Наруто? Давайте будем рациональны. Наруто это аниме персонаж. Он никому не навредил. Да? А вот Чингисхан, знаете, покошмарил несколько стран. Тут однозначно. Наруто отправляется в рай, Чингисхан. Я думаю, тебе самое место, сам понимаешь, где. Ура, мы переходим на следующий уровень. И мне в подарок дали Наруто грустного. Или не в подарок, я не знаю. Ну, короче, прикольно. Поехали дальше. Шрек. Шрека я люблю. Шрек хороший тип. Давайте посмотрим, что он там делал. Чистил зубы насекомыми. Ну, в жизни так я бы не посоветовал. Но дело в том, что вселенная Шрека для Огры это обычные вещи. То есть, это все равно, что я буду вас судить за то, что вы чистите зубной пастой свои зубы. То есть, ну, логично, что это нормально для Шрека. Два балла. Или три, сколько я дал. Безвылазно сидел дома, так как считал, что всем противен. Ребята, а у кого такого не было? Дело в том, что таких людей не надо осуждать. Им надо помогать. И, соответственно, ну, я думаю, что в раю Шреку обязательно помогут справиться с этой проблемой. Кстати, в мультике он справился с этим вроде как. По крайней мере, нашел свою судьбу. Пукал врагам в лицо? Десять баллов плюс. Итак, Шрек отправляется в рай. Итак, следующий персонаж это Леви из Атака Титанов. Давайте посмотрим, что вообще, кто он по жизни такой. Не любил высоких. Ну, завидовать нехорошо. Минус одно очко тебе, Леви. Обожал пытать своих врагов. Бро, это... Пытать это плохо. Даже если это твои враги. Нужна гуманность. Нельзя пытать. Минус десять. Любовался своим отражением в зеркале. Плюс десять баллов. Я тоже так делаю. Извини, Леви, но ты какой-то... Я не знаю, блин. Ты какой-то не очень, получается. Хотя сражался он клёво в аниме. Ладно, я отправляю его в рай только за то, что он зафигачил того зверя. Короче, в аниме... Ой, отправь людей в рай и других в ад. Давайте разбираться. Итак, здесь у нас первый зомби. Зомби идёт в ад. Почему-то я не могу отправить этого привидения в зомби в ад. Возможно, игра что-то... Подождите, что? Алё, мне звонит здравый разум. Что такое? Это Майкл Джексон? И его нельзя отправить в ад в этой игре? Почему? Насколько я знаю, он так себе парень. Там есть несколько грешков за ним. Ну ладно, мы отправим его в рай, раз этого хочет игра. Окей, спасибо, игра, что решила за меня. Вот этот мужик с прессом, он мне очень нравится только за счёт его пресса. Поэтому отправляется в рай. Итак, следующий на очереди это Танос. Анус отправляется в ад. Вот я не понял один момент, почему Пиноккио нельзя отправить в рай. Он вроде неплохой парень. Да, он ошибался местами, но вроде как он исправился. Но игра хочет, чтобы он отправился в ад. Окей. А следующая на очереди это Харли Куин. Ну что ж, это гроза преступного мира в DC Comics. Давайте посмотрим, что там она делала по жизни. Влюбилась в пациента. Ну это не есть плохо, 2 балла ей плюс. Продолжала нездоровые отношения. Ну, это её выбор, чё. Занималась воздушной гимнастикой. Это здорово. Плюс 10 баллов. Странно, но Харли Квинн отправляется в рай. Ребята, такова игра. Она отправляется в рай. Итак, это знаменитая художница, которую я забыл, как зовут. Но, по-моему, что она... Блин, сейчас, ребята. А, я нашёл. Это испанская художница Фрида Калло. И она прославилась тем, что она, ну, во-первых, круто рисовала. А во-вторых, у неё монобровь. Прикиньте. То есть раньше можно было прославиться своей монобровью. Это здорово. Я бы тоже так хотел очень сильно. Давайте посмотрим, какие поступки она совершала по жизни. Поехали. Задала моду на густые брови. Ребята, Брежнев одобряет. 10 баллов плюс. Состояла в запретных отношениях. А кто запретил? Кто? Я ставлю 10 баллов плюс. Тайком ходила по ночам на вечеринке. Ну, это нормально. Если вы так не делали, то у вас не было детства. Фрида, ты отправишься в рай. Соедини душу и тело. Ну, это очень просто. Значит, Бэтмен отправляется сюда? Нет? Значит, Спайдермен отправляется сюда? Нет? Подожди, вы хотите сказать, что Спайдермен идёт сюда? А Бэтмен сюда? Не может быть! Итак, следующая на очереди вот эта женщина. Я не знаю, откуда этот персонаж, но давайте посмотрим, какие поступки она совершала. Если вы знаете, кто этот персонаж, напишите в комментариях. Будьте так любезны. Никогда не возвращала книги. Ну, это плохо. Минус 1 очко. Пукала, когда рядом никого не было. Это здорово, потому что пукать, когда рядом кто-то есть, это уже не очень. А вот пукать, когда никого нет, это нормально. 10 баллов. В ресторанах азиатской кухни ела не палочками, а вилкой. Ребят, ну это нормально. Потому что, если вы не умеете кушать палочками, то в ресторанах азиатской кухни вам выдают вилку, если вы попросите. Поэтому 1 очко плюс. И ты отправляешься в рай, пердиха. Итак, а следующий на очереди Рик Санчес. Кто знает Рика, ставьте лайк. Итак, посмотрим, что же он совершил такого, что мы его отправим в ад или в рай. Давайте посмотрим. Постоянно рыгал. Ну это неплохо, ребят. Плюс 10 баллов. Уху. Подавал плохой пример внуку. Минус 1 очко тебе, Рик. Превратился в огурец, чтобы уйти от семейных проблем. Если честно, я бы иногда и сам бы хотел так сделать. Поэтому плюс 2 балла. И Рик Санчес отправляется в рай. Нас встречают Билли Айлиш на новом уровне. Поехали, ребята. Итак, это супер какая-то мини-игра. Поехали. Детектор лжи называется. Меня зовут Дюк Армстронг. Я основатель и директор стартапа. Звучит, как какая-то ложь. Это ложь. Верно. Я видел, как парень украл у старушки сумку. Это правда. Я вмешался и поймал вора. Это ложь. Вряд ли он так сделал. Я проявил смелость и хорошенько дубасил вора. Я, честно, вряд ли он это сделал. Бро, ничего личного. Но ты выглядишь... Ты не выглядишь как человек, который дубасил вора. Давайте нажмем ложь. Верно. Я держал вора, пока не приехала полиция. Ну, возможно, это и так и есть. Верно. Я вернул сумку бабушке и ничего не взял. Ну, кажется, он тут врет, ребята. Посмотрите на его глаза. Верно. Ну, ладно, я взял 20 баксов. Серьезно, чувак, ты... Он взял 20 баксов. Куда его отправим? В ад или в рай? Я думаю, что если он сделал такие поступки, как взял у бабки 20 баксов... Ой! Ой! А следующий на очереди Спайдермен. Давайте посмотрим, какие поступки он совершал. Погнали. Стал героем, чтобы заработать. Ну, это неплохо. Все равно он помогает людям, правильно? Хоть и за деньги. Плюс одно очко. Его жена умерла из-за радиации в его крови. Что-то я такого не помню в комиксах. Но ладно. Но я считаю, что это не его... Ну, как бы не его вина. Он же не хотел. Он явно не желал ей смерти. Ну, одно очко поставим плюс, чтобы его не... Любил целоваться в низголовье. А вот это, ребяточки, я бы и сам попробовал бы. Плюс 10. Отправляем Спайдика в рай. Следующая на очереди еще очередная какая-то девушка, которую я не знаю. Давайте посмотрим, что она там делала. Все время спойлерила. Минус 10. Каждый день пыталась сесть на диету. Ну, одно очко плюс. Оставляла номера друзей в общественных туалетах. Это... Это плохая какая-то женщина. Ты отправляешься в ад. Так нельзя делать, понимаешь? Так нельзя делать. Отправляешься в ад. Итак, это же Гоку из сериала Dragon Ball из аниме. Поехали. Ругался на врачей из-за боязни прививок. Ну, бояться прививок это нормально. Одно очко отправляется. Ну, блин, типа... Ну, это его фобия. Я надеюсь, в раю его избавят от нее. Был не в ладах с математикой и не знал свой возраст. Ну, это как-то тупо. Но, опять же таки, судить людей из-за их тупизны... Я не знаю, бро. Ладно, одно очко. Женился, чтобы ему готовили. Это плохо. Минус 10. Все, ты отправляешься в ад. Пока! Эй, йо, хулиганы. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Если это так, не забудьте поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. По-типу... Да, ну ты, конечно, судья вообще не очень. Если это видео наберет 5 лайков, то я выпущу вторую серию. Почему бы и нет? Мне лично игра зашла. Надеюсь, вам тоже. Всем спасибо за просмотр. Всем... Ребята, вы не поверите, но теперь у меня на канале доступна функция спонсировать. А это значит, что вы можете стать спонсором моего канала. Ну, разве это не чудо? Четко. Да, я понимаю, подписка стоит денег. 25 гривен. Это очень много. Но, боже мой, что вы получаете взамен? Вы тратите 25 гривен, а получаете... Я сломал палец. Эксклюзивные эмоции. И супер уникальные значки. Кажется, это лучшая причина, чтобы стать моим спонсором. Я жду ваших подписок. Продолжение следует...